здравствуйте уважаемые коллеги и партнеры сегодня мы предлагаем вашему вниманию небольшой видео обзор нового инверторного кондиционера торговой марки quattroclima для начала мы с вами скроем коробку посмотрим комплектацию потом частично разберем внутренний блок увидим все технические решения оценим качество сборки ну а потом смонтируем на стене и проверим его в работе не забывайте о нашем сервисе климат проф онлайн где вы можете заказать любое климатическое оборудование итак вскрыли коробку достали кондиционер мы видим с вами очень компактные габаритные размеры сам корпус темно-серого цвета слегка серебристый и зеркальная лицевая панель она покрыта специальной пленкой чуть позже мы ее откроем последний момент снимается пленка для того чтобы не нарушить вот эту вот красивую зеркальную поверхность также мы видим в комплекте в коробке специальные амортизаторы для установки наружного блока позволят нам установить под лапы наружного блока и снизить уровень шума и вот этот классический пакетик в котором как правило находится инструкция по монтажу и пользованию мы видим что модель также предлагается холодопроизводительностью 12000 бту но у нас с вами девятка наклейка с классами энергоэффективности холодопроизводительность класс энергоэффективности а сезонные классы энергоэффективности а два плюс достаточно высокие вот такой вот пультик очень симпатичный вытянутый компактный все кнопочки хорошо видны читаются и управляются чуть позже мы вставим туда батарейки они также в комплекте держатель пульта управления и также мы видим классический набор дюбелей и шурупы для закрепления монтажной панели на стене и специальный набор гаечек для монтажа аккуратно пока откладываем в сторону это нам все понадобится чуть позже для того чтобы продолжить разборку внутреннего блока нам с вами необходимо отсоединить проекционный дисплей который расположен вот здесь под лицевой панелью для этого воспользуемся отверткой нам достаточно открутить один саморез и легко отсоединяется сам проекционный дисплей отводим его пока в сторону далее мы откроем можем теперь полностью отсоединить лицевую панель и убрать ее она нам пока не понадобится дальнейшие действия перед нами откроем электрический бокс также один саморез удобная ручка полностью сняли давайте смотреть вот она главная плата управления разъемы подключающие все основные элементы на платье мы видим классическую клеммную колодку и как вы обратили внимание сюда подключается 0 и фаза естественно заземление а линия связи специально сдвинута немножко вниз чтобы монтажники не запутались и ничего не перепутали все достаточно удобно хорошо понятно далее для того чтобы открыть корпус нам понадобится аккуратненько специальных углублений вывести вот этот шлейф нашего проекционного дисплея аккуратно отсоединить также здесь вот специальный держатель датчик температуры желтенький вот это датчик температуры то есть на входе он воздуха он фиксирует температуру входящего воздуха в кондиционер он тоже установлен специальном держателе мы сейчас это аккуратно сделаем вот я его аккуратно вынимаем желтенького цвета и далее внимание прежде чем мы будем пытаться открыть вот этот вот корпус наш темно-серебристый нам нужно отсоединить вот эту вот управляемую жалюзи и смотрим сюда внимательно здесь есть специальный переключатель который позволит нам отсоединить центральную ось и далее плавно плавно аккуратно вытащить управляемую жалюзи и вот теперь откручиваем 3 самореза три и у нас появляется возможность полностью отсоединить корпус а секунду забыл так спрятана глаза вообще не бросается вот здесь вот под специальной заглушечкой вот она просто вообще не видно сделано очень классно открываем эту заглушечку еще один саморез видите как красиво все сделано ничего не видно и естественно я упустил этот момент все вот теперь мы полностью аккуратно снимаем корпус естественно нужно помнить о том что у нас здесь проекционный дисплей аккуратно его убрать и вот теперь мы видим во всей красе наш внутренний блок как я уже говорил теплообменник голубого цвета это специальная защитная антикоррозийное покрытие позволяющие предохранить его от неблагоприятных воздействий мы видим что теплообменник имеет два сложения 1 2 и большая часть его уходит вот туда вот заднюю часть таким образом удается получить большую площадь теплопередачи и при этом очень компактные габаритные размеры что достаточно важно то есть сам внутренний блок достаточно компактен но внутри находится достаточно большой теплообменник что не позволяет получать нам очень высокие коэффициенты энергоэффективности итак отсоединив лицевую панель отсоединив верхнюю часть мы видим что корпус остается предельно жестким то есть ничто не влияет на его несущую способность и это говорит только о том что кондиционер не будет издавать никаких посторонних звуков то есть жесткий крепкий корпус даже наполовину разобранного кондиционера что на сегодняшний день подчеркивает уже о достаточно высоком качестве производства и сборки итак мы собрали кондиционер смонтировали его на стене теперь нам осталось подать питание и посмотреть как он работает воспользуемся уже предлагаемым решением так мы видим светящийся проекционный дисплей выставленную температуру и так уважаемые коллеги новая модель торговая марка акватор клема дизайнерская модель выглядит очень стильно темно-серебристый корпус темная зеркальная панель светящийся проекционный дисплей низкий уровень шума высокие коэффициенты энергоэффективности все это в целом говорит о том что модель достойна последних тенденций и понравится всем пользователям не забывайте про сервис климат проф онлайн где вы можете приобрести не только кондиционеры квадроклима а также кондиционеры лисар тассот и фуджицу а